Закон Бойля-Мариотта гласит, для данной массы газа при постоянной температуре произведение давления газа на занимаемый им объем остается величиной постоянной. Это значит, что с увеличением объема, занимаемого газом, давление газа на стенке сосуда будет уменьшаться. И наоборот. Мы проиллюстрируем качественно закон Бойля-Мариотта с помощью следующего опыта. Под колоколом воздушного насоса подвешена резиновая перчатка, завязанная с одной стороны. В результате этого масса воздуха внутри перчатки в процессе опыта будет оставаться неизменной. Будет оставаться постоянной и температура воздуха равная температуре комнаты. Начнем откачку и о степени откачки мы будем судить по показаниям манавакууметра. Включим насос. И откачаем частично воздух из-под колокола воздушного насоса. Вы видите, как по мере откачки раздувается перчатка. Прекратим на время откачки. Вы видите, что объем, занимаемый воздухом в перчатке, вполне определенный. Сейчас давление воздуха внутри перчатки почти равно давлению воздуха под колоколом воздушного насоса. Оно чуть-чуть больше этого давления. Потому что на воздух в перчатке, кроме внешнего давления, создаваемого воздухом, находящимся под колоколом воздушного насоса, кроме внешнего давления, воздействуют еще силы, возникшие вследствие растяжения перчатки. Мы обратим внимание на то, что с увеличением объема уменьшается давление воздуха внутри перчатки. И еще раз повторяю, что оно примерно равно давлению воздуха под колоколом воздушного насоса. Продолжим откачку. Мы видим, что по мере уменьшения давления растет объем, занимаемый воздухом. Если прекратить откачку и впускать воздух под колокол насоса, увеличивая тем самым давление снаружи на перчатку, то объем, занимаемый воздухом в перчатке, будет при этом уменьшаться. При уменьшении объема, занимаемого воздухом в перчатке, будет увеличиваться концентрация молекул воздуха внутри перчатки. Скорость молекул остается при этом неизменной. Скорость движения молекул, потому что температура воздуха не изменилась. Но вследствие уменьшения объема, возрастает концентрация молекул. А поэтому возрастает частота ударов молекул о стенке перчатки изнутри нее. Возрастает давление воздуха на стенке перчатки изнутри. Еще увеличим давление воздуха внутри под колоколом воздушного насоса. При этом увеличивается давление воздуха внутри перчатки, но объем ее при этом уменьшается. Таким образом мы видим, что с увеличением давления уменьшается объем, занимаемый газом.